Пресс-клуб в кворуме Пресс-клуб в кворуме Пресс-клуб в кворуме Месяц считается женским, потому что этот месяц посвящен патологии молочной железы И мы с Александром Евгеньевичем договорились еще один пресс-клуб устроить в дальнейшем Предварительно 26 октября где-то в 12.30 посвященным заболеваниям молочной железы У больных в том числе с эндокринной патологией Потому что об этом очень мало говорят Говорят вообще А в частности тоже ожирение, о котором мы все знаем Это основной фактор риска развития рака молочной железы Вот, это так у вас информация А сегодня мы с вами говорим о менопаузе Потому что буквально послезавтра будет всемирный день менопаузы И мы посчитали очень важным, необходимым расставить некие точки Которые на наш взгляд могут быть вам самим интересны Как женщинам разного возрастного периода Или вашим близким Это во-первых А во-вторых, вашим читателям с учетом тех задач Которые мы сегодня все дружно Все наше население, все наше здравоохранение Все наше популяция С учетом всех демографических проблем Ставит перед собой Я прошу поставить презентацию Мы с Екатериной Викторовной будем Включать, переключать слайды И рассказывать вам о тех или иных точках Очень важных для нас Если вам что-то интересно Вы можете сфотографировать, естественно, слайд с экрана Я начну с того, что напомню Что ровно практически год назад 29 декабря прошлого года Специально было распоряжение правительства Которое утвердило национальную стратегию действий В интересах женщин на ближайшие 7 лет 23-30 год В котором четко прописано Что одним из важных задач государственной политики Становится сохранение здоровья женщин всех возрастов Улучшение качества жизни Увеличение периода активного долгорития И для реализации этой стратегии И в здравоохранении очень важен междисциплинарный подход При этом отношение к проблемам менопаузы У нас совершенно разнообразное У нас более 20 миллионов Почти уже 30 миллионов женщин В Российской Федерации Испытывают те или иные симптомы Пиа-менопаузы Или менопаузы Пиа-менопаузы О которых мы дальше поговорим Климактерические симптомы Могут ухудшать качество жизни женщины Ритм женщины Жизни ее на пике карьеры и семейной жизни Сейчас объясним, почему именно эта цитата стоит Медицина в области женского здравоохранения В основном фокусируется до сих пор И это, наверное, правильно с одной стороны На вопросах рождаемости и фертильности Но как-то вот в 30-40 лет жизни заканчивается А после 50 лет Я очень люблю цитировать Николая Островского Надо еще лет 50 прожить так Чтобы не было мучительно жалко За бесцельно прожитые годы А многие женщины в постменопаузе Тратят несколько лет на попытки Подобрать эффективное лечение Методом проб и ошибок Причем очень часто самостоятельно Не обращаясь к врачу Вот на этом слайде стоят Очень важные цифры, коллеги Средняя продолжительность жизни женщины По данным 2020 года Если вы посмотрите Я специально выделила Россию Средняя продолжительность жизни женщин в России В 2020 году была 76 лет и 4 месяца Я вас уверяю За эти три года глобальных Никакого прорыва по продолжительности жизни Не произошло У мужчин при этом Средний возраст проживания Составлял 66,5 лет То есть на 10 лет меньше А теперь посмотрите Довольно-таки развитые страны Как они считаются Здесь европейские страны Здесь есть Япония Великобритания Средний возраст у них переваливает За 80 лет 83-84 В Японии больше всего Почти 87 лет Это говорит о том Что мы с вами все-таки хотели бы Как минимум на 10 лет И должны на 10 лет Повысить планку и для женщин И для мужчин При этом у нас повысилась планка выхода на пенсию Вы видите возраст выхода на женщин на пенсию В разных странах мира Мы поставили Россию У нас сейчас это 60 лет Так же как Австрии Но во многих странах Вы видите она 66-67 лет Я не думаю, что нашим женщинам понравится Если им предложить Как в Греции или в Италии Выходить в 67 лет Те, кто хочет Они и дальше После 60 лет работают Но мы сегодня хотели бы напомнить Что средний возраст Выхода В наступлении менопаузы В России сейчас составляет От 49 до 51 года И таким образом Если мы считаем Даже 51 год до 60 То с минимум 9 лет Женщина продолжает Трудовую деятельность Согласно законодательству Находясь в периоде Постменопаузы Или продлевает дальше Свою трудовую деятельность Продолжая находиться В этом же периоде Постменопаузы В начале 21 века В большинстве развитых стран Учеными и врачами Уделяется большое внимание Возможность увеличения Продолжительности жизни А также улучшения ее качества И да, у нас есть некий прорыв Вы видите у нас все-таки Возраст женщины Старше 60 лет В течение последних 30 лет Увеличился Да, с 11 до 15 процентов Но, как я уже говорила Выше оставляет Мягко говоря Жевать лучшего Ну и вот здесь Нам бы хотелось Сделать некий акцент Да, может быть Пусть он будет номер один На то, как иногда Очень пренебрежительно Очень неласково Относятся к женщине Старшей возрастной группы Возможно, это где-то пошло Из нашей литературы Возможно, это где-то прошло Из нашего какого-то сленга Но, тем не менее Да, золотая пора жизни Еще ладно Да, дальше начинается Старость цвета серебра Старость золотая осень Третий, четвертый возраст Пожилые люди Пенсионеры Сонтарики У нашего младшего поколения Мы даже видим Такие очень обидные слова Как шнурки Поэтому здесь, конечно Нам очень хочется Чтобы наша пациентка Старшей возрастной группы Чувствовала себя Не только с высоким Качеством жизни Но и в социуме Но и в рамках Общества Она тоже была Очень значимым Очень важным Красивым Элегантным Здоровым Членом ее Собственно Да, вот этого Общества Очень нравятся нам Слова Пабло Пикассо Который все-таки Назвал старостью Не старость Да, а все-таки Зрелость Мы не стареем Мы созреваем И вот здесь сейчас Весь мир Это будет идти Через всю нашу презентацию И все наши слова Что все-таки Мы боремся Не за старость Мы боремся Не за долгое старение А мы боремся За здоровое старение Да, за зрелость Нашей с вами женщины И вот здесь Если говорить О Российской Федерации То, к сожалению У нас возраст Выхода на пенсию Стал каким-то Своего рода Индикатором Перехода человека В категорию Геронтогруппы То есть старшей Возрастной группы И что вот дальше Да, жизнь закончилась И когда к нам Приходят пациентки На прием Да, вот в реалиях Вот они приходят На реальные клинические приемы Они так и говорят Ну что мне еще хотеть Да, вот все Я там собираюсь на пенсию Или меня там Выпроваживают на пенсию Наступают мне все На пятки Молодое поколение Да, ну что вот Мне еще хотеть В мире немножко иначе Где-то их позиция Нам очень импонирует Тем, что Вот эти чудесные Да, женщины Старшей Возрастной группы Бегающие по музеям Да, гуляющие По Красной площади Гуляющие в том числе И по городам Российской Федерации Да, они чувствуют себя Достаточно уверенно Энергично И они не чувствуют Вот никакой ущемленности Да, никаких обидных слов Бабушка, дедушка Да, и так далее Высказывание Британской газеты Еще в 2009 году Говорит о том, что Нам нужно быть Более Внимательными К словам Пожилые люди Да, старческий возраст И так далее То есть это Неприемлемо В отношении к людям Старшей возрастной группы Это может менять Их психологический настрой Психологическое здоровье Вот здесь, конечно, вы Наши коллеги Да, средства массовой информации Своего рода Такие правильные И очень нужные нам Пропагандисты Да, популяризации И в том числе Периодами на паузы Что жизнь абсолютно Не заканчивается А действительно Только начинается И у нас есть сейчас Инструменты Которыми мы можем Помогать нашим пациенткам Чувствовать себя Не только энергичными Да, но и красивыми И самое главное Здоровыми Специфической для нашей страны Является тенденция Называть все старшее поколение Бабушками и дедушками Причем независимо от того Как при этом Выглядит женщина Мы сейчас будем Больше говорить про женщину Поэтому вот, конечно С такими словами Нам нужно быть Очень аккуратным Одно дело Если это говорит Чудесный внук Да, и та же самая Бабушка и дедушка Млеют от этих слов Другое дело Если это женщина Далеко не бабушкиного И дедушкиного возраста Да, то есть просто вот Ну, может быть Она не знает еще Как ухаживать за собой Или это такая Патологическая менопауза Постменопауза Когда она не знает Что мы можем Еще что-то предпринять Дабы не допустить Вот этих в том числе И возрастных Внешних извинений Изменений Которые могут быть У нашей пациентки Поэтому вот здесь Нам больше нравятся Вот такие высказывания Какая вам простите Бабушка Да, почему мы боимся Говорить в принципе О старости Почему мы так иногда Обижаем наше старшее поколение Хотя оно может Даже еще вообще Не иметь внуков И даже И прыгать с парашютом Да, и заниматься Активным образом жизни И вообще быть Впереди планеты всей Поэтому вот здесь Нам хочется Чтобы и наши пациенты Старшей возрастной группы Чувствовали себя Достаточно энергично И бодро Хотелось бы также Обратить внимание На всемирно-организацию Здравоохранения Которая разделила нас На группы Да, на определенные категории И вот то О ком мы сейчас Будем говорить Это средний возраст То есть даже По данным рекомендации ВОЗ Это не пожилой Не старческий возраст Хотя безусловно То, что мы заложим С нашими женщинами В плане здоровья В среднем возрасте То есть тогда Когда мы будем В том числе Иметь право Обсуждать с ними Менопаузальную Гормональную терапию Чтобы восполнить Этот дефицит Частично дефицит Утраченных половых гормонов Мы получим Здоровый Пожилой возраст Мы получим Здорового Человека Старшей возрастной группы Ну и будем Увеличивать Количество Долгожителей В том числе И в Российской Федерации Вот такие Некрасивые Неимпонирующие Нам с вами Высказывания Нам встретились В литературе Что например Старость Это самое неожиданное Что поджидает Нас в жизни Почему Наша женщина Не думает Об этом периоде Она оттягивает Эти мысли Хотя Существует Одна из теорий Того Что нужно готовиться К старшей возрастной группе Чуть-чуть заранее Чуть-чуть заранее К нам прийти К гинекологам Гинекологам Чтобы войти В этот период В абсолютной красе И в здоровье Да Еще одно высказывание Что старость Это каждый день Чувствуешь себя На два дня старше Ну это же неправда Да То есть это чисто Психологически Это то Как человек к этому Относится Но опять-таки Старость Это не приговор Ну и безусловно Старость Как заключительный Период Возрастного развития Следующий После стадии зрелости И сопровождающийся В той или иной Мере угасанием Жизненных функций Ну это же ужасно Да Это же ужасно При том что мы боремся За качество жизни Не просто жить долго А жить счастливо Долго И классно Да Чтобы наши пациенты Были полноценными Опять-таки Членами нашего общества Хотелось бы сказать Несколько слов Таких базовых Что У них разные организмы Мы хотели Вот специально поставили Этот график Кажется может быть сложным Но на самом деле Очень легкий Мысль о том Что уровень эстрадиола Женского полового гормона Меняется у каждой женщины По-разному Да он снижается С течения времени Но видите Совершенно по-разному У кого-то очень медленно снижается Это примерно 27% Наших женщин У кого-то он плоско снижается Это тоже 28-29% У кого-то очень резко Радно снижается Это более 30% А у кого-то всего 13% Он снижается довольно поздно Поэтому мы говорим о том Что сейчас Как бы есть Разная категория женщин Которые требуют Разного подхода И мы понимаем Что в отличие от мужчину Которого сперматозоиды Вырабатываются В течение всей жизни Женщина рождается С определенным количеством Елицеклеток Да Ацитов Вы видите Их примерно 1-2 миллиона К моменту наступления Минархии Менструации Остается всего 250 тысяч И природа предусмотрела Расходовать Это максимально На длительный срок Теоретически Да Если у нас 12 менструаций в году То А в элитурных циклах Когда женщина Может забеременеть Всего 8 И при этом Соответственно До 30 лет Наблюдается Плюс-минус Стабильный уровень Фертильности Примерно 400 беременност На 1000 женщин В год Но у нас Средний возраст Наступления Сегодня Первой беременности Тоже сдвинулся Если еще Несколько лет назад Мы говорили Про 26 лет Потом про 28 То цифра 23 года Для первой беременности Которую планирует Женщина Это 30 лет А соответственно Сразу в 30 лет Начинаются Проблемы С резким снижением Количества Иоцитов И соответственно Наступления беременности Посмотрите До 35 лет У нас считается Ранний репродуктивный возраст После 35 Начинается Поздний репродуктивный возраст И к 37 годам У нас остается Всего 25 тысяч Да Яйцеклеток А к 45 годам Они еще Более снижаются 45 лет Это мы говорим О нижней границе Нормы Для менопаузы Но все равно У части женщин Количество яйцеклеток Еще остается Особенно Если у нее Был в молодости Например Синдром Поликистозных яичников И так далее Поэтому Вот это Несколько сотен Тысяч Яйцеклеток Которые остаются Они тоже Уже могут Получить беременность И наши женщины После менструации Все равно Остаются Возможность Забеременеть Пять лет О последней менструации И один год После последней менструации Эти цифры все равно Звучат Вот посмотрите Проблема Незапланированной беременности Среди женщин Зрелого возраста В России Данные 2019 года Старше 45 лет Сделано Более 6400 абортов То есть Это женщины Которые 45 плюс Забеременели Совершенно неожиданно Для них Они уже считали Видимо Что они На это не способны Не предохранялись Относились к этому Так безалаберно Как мы говорим И в большинстве случаев Эти беременности Оказались никому не нужны И вы видите Почти 6500 абортов Это огромное количество Прерванных жизней Которые Ну Были не запланированы Поэтому В нашем Медицинском обществе Вот Принято Назначать Комбинированные Контрацептивы Это могут быть гормональные Это могут быть не гормональные В 2015 году Было последнее издание Медицинских критериев Приемлемости контрацепции Любых Оно всемирное Как вы видите И в этом году В России Было специально Издано Национальный медицинский критерий Приемлемости контрацепции Для врачей Они висят Между прочим В свободном доступе В интернете Совершенно бесплатных Можно открыть И почитать Любому человеку И посмотреть Какие варианты Контрацептивов Это я вам говорю Заодно Если вы хотите Дальше на эту тему Где-то писать Можете взять Оттуда Спокойную информацию В этих критериях Контрацепции Написано Что надежная Контрацепция Должна быть использована В течение Двух лет После последней Менструации То есть Когда женщина Уже считает Что она в климаксе Если эта менструация У нее закончилась В возрасте До 50 лет Или в течение Года Если менструация У нее закончилась Старше 50 лет То есть И менструации Года нет Да А все равно Мы должны Говорить о том Что она должна Предохраняться Иначе Вот эти 6400 Абортов Про которые Я вам только что Говорила Вы видите Что мы можем Использовать Любые варианты Методов Контрацепции Это и Комбинированные Норальные Контрацептивы И пластыри Вагинальное Концо И так далее В этой Кокорте Женщин Главное Чтобы они Предохранялись И соответственно Поведение Врачей Назначение Поддержание Качества жизни Зависит от Потребности Если женщина Живет регулярно Половой жизни Ей нужна Контрацепция То мы можем Назначить Комбинированный Норальный Контрацептид Как переход К старшей Возрастной Группе Решая При этом Два вопроса Чаще всего Это коки Которые Содержат Натуральный Эстроген Такой же Как вырабатывают С яичниками И такой же Как мы Даем У женщин Когда мы Говорим Про Менопаузу Он максимально Индетичен Натуральному У нас Зарегистрировано Сейчас в России Три препарата Контрацептива Комбинированных Которые Содержат Еще кроме контрацепции Имеет второе Показание Обильное Менструальное Кровотечение Если у женщины Есть жалобы На это И она принимает Этот контрацептив Максимум Сегодня разрешено До 55 лет При наличии Регулярной Половой жизни И дальше Мы можем Говорить О переходе На какой-то Другой вариант Терапии Для поддержания Качества жизни Либо если Женщина хочет Либо есть Какие-то Противопоказания Что-либо Отменить Если женщина Не нуждается В контрацепции Мы в возрасте Молодом Перекодном Так называемый Помните Екатерина Викторовна Уговорила Мы говорим Сейчас про Средний возраст Совсем не про Старость Мы говорим О том Что мы назначаем МГТ в циклическом Режиме Чтобы были Менструально Подобные Реакции Чтобы женщина Оставалась Психологически В комфортном Для себя Состоянии При этом Назначаются Препараты Содержащие Разные дозы Женского Полового Гормона Эстрогенов Есть официальные показания Это лечение Вазомоторных Симптомов Тех самых Приливов Продначных Потов Которые Не дают Женщине Жить и работать И второе Официальное Показание Это профилактика Постменопазального Остеопороза Помните о том Что снижение Минеральной плотности Костной ткани Когда провоцируется Развитие Остеопороза Происходит В первые 5 лет Выключения Работы Яичников Потом Уже Поздно Что-то Профилактировать И сейчас Остеопороза К сожалению По-прежнему Очень много Мы сейчас Все работаем Врачи Вот по этим Клиническим Рекомендациям Минопауза И климактерическое Состояние У женщин Которые были Изданы Российской Ассоциацией Акушеров Гинекологов В 2021 году И соответственно Здесь идет Четкое определение Минопауза Это последняя Самостоятельная Минструация И поставить Этот диагноз Можно только Через год После последней Самостоятельной Минструации Очень часто Многие путают Да У нас есть В МКБ Целый ряд Классификаторов Которые мы С вами Можем использовать И вот Причины То или иных Нарушений Которые могут быть Они множественны Если у нас Минопауза Наступает До 45 лет Так что Я Не туда Пошла Сейчас Нет Обратно Нож Ну так Я пытаюсь А у меня все равно Как-то дальше Нет Вы не на ту кнопочку Вниз Сейчас Значит у нас Есть Следующие типы Минопаузы Самостоятельная Минопауза Которая наступает Как я уже сказала В возрасте В среднем 51 года Это может быть Вторичная Ядрогенная Минопауза Которая Может быть После операции Когда удаляется Яичники Либо Например Химия Или лучевой терапии При онкологии И у нас Есть еще Выделяется Преждевременная Недостаточность Яичников Как сейчас Ее ставят Или Преждевременная Минопауза В основном Сейчас пишут Преждевременная Недостаточность Яичников Это когда Минопауза Наступает До 40 лет Ранние Минопауза Это 40-44 года Своевременная Минопауза Средний диапазон 45-55 И поздняя Когда Возраст Наступления Минопаузы Составляет Старше 55 лет Я специально Поставила вам Этот слайд Чтобы вы посмотрели Преждевременная Недостаточность Яичников Еще раз Это до 40 лет Выключается Минстрации Имеет Целый ряд Разных проблем Это могут быть Какие-то Хронии Генетические Аномалии Но их всего 5% Генетическая Наследственность Когда у мамы И у бабушки Минстрации Заканчивались Так радо Аутоиммунный процесс Вы видите 10% У нас сейчас Очень много Аутоиммунных процессов Пошло Особенно после Ковида У нас идут Аутоиммунные процессы В щитовинной железе У нас Как вы знаете Очень много Сахарного диабета Это тоже Аутоиммунный процесс Не считая Аутоиммунного артрита И многих других заболеваний И у нас Посмотрите Основная масса Это Идиопатические формы 65% Что такое Идиопатические формы Вот сюда попадают Все женщины Которые получили Преждевременную Недостаточность Яичников Связанные Или хирургическим Мешательством А со стрессами Мы с вами живем То у нас Ковид То у нас Наша военная операция То у нас Включаешь телевизор И слышим очередной Как это Где-то кто-то взорвался Подорвался Что-то произошло Землетрясение Потоп И очень много Сейчас пациенток Имеет Массу Стрессогенных Ситуаций Извне В личной жизни Очень многие Девочки Реагируют На фоне Экзаменов Каких-то Личных Потрясений В личной жизни На смерть Близкого человека И мы получаем Проблемы Связанные с тем Что у нас Выключается Менструальная функция В таком Раннем возрасте И женщина Некоторые Должны успевать Реализовать Свою репродуктивную функцию Есть некие Особенности Которые касаются Пациентов С эндокринопатиями И, например, Сахарным диабетом Первого типа Второго типа Мы видим, что Если пациентка Есть уже Аутоиммунное заболевание В виде сахарного диабета Первого типа Менструация Менопауза Начинается раньше Если мы говорим О женщине Старшей возрастной группы И сахарного диабета Второго типа То здесь Не отличаемся По возрасту Есть некая Взаимосвязь О том, что Чем раньше Наступит Менопауза У женщин То есть Чем раньше Выключится Активность Яичников И снизятся Половые стероиды Эстрогены Прогестерон Тем хуже Будет для ее здоровья И вот здесь Мы подчеркиваем Что раннее Наступление Менопаузы К сожалению Может увеличить Риски наступления И нарушения Углеводного обмена И тем самым Мы будем еще больше Повышать Высокую распространенность Сахарного диабета Вообще В принципе В мире Пациентки С синдромом Поликистозных яичников Уникальные пациентки На них Можно изучить Наверное Всю эндокринологию Пациентки Молодые Пациентки Которые уже Метаболически Отягощены У них В молодом возрасте Высокие риски И сахарного диабета И дислепидемии И психологических нарушений И артериальной гипертензии Сердечно-сосудистых заболеваний И вот здесь Мы видим Что При синдроме Поликистозных яичников Средний возраст Наступления Менопаузы Идет чуть позже Это не значит Что это хорошо Это не значит Что их спасает Их диагноз Эндокринологический От менопаузы Но Это по крайней мере Хоть чуть-чуть Продляет Работу Их яичников Целые консенсусы Целые международные документы Были посвящены Отдельно Эндокринопатиям И наступлению Менопаузы Вот здесь Мы просто Как для примера Поставили документ По ведению Менопаузы По ведению Старшей возрастной группы Пациентки Синдрома Поликистозных яичников И конечно Все эти риски И депрессии И риски Сердечно-сосудистых Заболеваний Сердечно-сосудистых Катастроф И сахарного диабета И онкологических Заболеваний И злокачественных Образований Не только Гинекологических Но и других органов Конечно же Возрастает Что для нас С вами сейчас Старение Что для нас Старение Сейчас для нашей Пациентки Это безусловно Некий другой Период жизни Это другая Возрастная группа Это некие Гормональные изменения Которые коснутся Любой абсолютно Женщине Это самая главная Оценка Ее качества Здоровья К тому же Чем она приходит К периоду Менопаузы Какие рекомендации Она должна получить В период Пременопаузы Когда только Она лишь собирается В эту гормональную Перестройку Также Безусловно Мы не умаляем Достоинств Общих рекомендаций Таких как Модификацию Образа жизни Есть определенные Системы питания Определенные продукты Которые могут Помогать нашим Пациентам Бороться не только С приливами Но и улучшать Их качество жизни Быть полезными Для сосудов Быть полезными Для снижения веса Быть полезными Для когнитивной Функции мозга И так далее Это физическая активность Это отказ от вредных Привычек И конечно же Регуляция сна Потому что Если мы плохо спим Менопауза Будет течь намного Сложнее Как я уже говорила Чуть раньше Наши женщины По-прежнему работают Они социально И профессионально Активны При этом Посмотрите Как видно на слайде 75% женщин В возрасте От 45 до 55 лет Предъявляют Жалобы На приливы Различной интенсивности 30% случаев Это может быть Достаточно выраженные Приливы 15% В перименопаузе И почти 80% Женщин В постменопаузе Отмечают Так называемый Генитарионарный Менопаузальный Синдром Когда у нас Идут проблемы Со стрессом Недержание мочи Чекает Кашляет Женщина Моча Подтекает Либо Если есть проблемы Вообще С неудержанием Мочи Если полный Мочевой пузырь И так далее И вульвовагинальной атрофии Когда появляется Сухость влагалища Женщина Имеет проблемы С половой жизнью Для того Чтобы Ее Как бы Вообще Вести Кроме того Частота нарушения Мочи Испускания В течение Постменопаузы Увеличивается До 40 Почти 2% Перед вами Рекомендации Глобального Консенсуса По вопросам Менопаузы Международного Общества Европейского По менопаузе И андропаузе Которые были Изданы 2 года назад В 2021 году Они призывают Признать важность Проблемы На сегодняшний момент Глобально В мире Больше 657 Миллионов Женщин Находятся В возрасте 45-59 лет Мы говорим Сейчас про этот Возрастной Примежуток 47% Из них Работают И 51% Про год Это средний возраст Который мы С вами говорили И соответственно Вот перед вами Взгляд Медицинских Работников На менопаузу И лечение Да Требуются Все большее Широкие Качественные Исследования Для того Чтобы мы понимали Как влияет На значение Тех или иных Препаратов Потому что Они разные В разных странах У нас Например Нет тех препаратов Которые есть В Америке Слава Богу Потому что Многие Из них Уже Устарели И мы Используем Только те Современные Которые Сейчас Идут Перед вами Рекомендации Вот этого Европейского Общества Менопаузы И антропаузы Для организаций Работодателей И менеджеров Напоминают Что женщины С менопаузальными Симптомами Это полноправные Члены Рабочего Коллектива И не должны Подвергаться Дискриминации Это все Касается России Руководители Вы видите Говорят о том Что женщины Должны Возможность Иметь Деликатного Обращения Понимать Их условия Труда Код И дресс Форма Успользовать Термокомфортные Ткани Потому что У кого-то Знобит У кого-то Наоборот Приливы Предоставить Возможность Коротких Перерывов Особенно Если женщины Напрямую Контактируют С клиентами И Вы видите Медицинскую Помощь Даже На рабочем месте Если это Требуется И гибкий График Работы Как вы все Прекрасно Понимаете В том числе Для нашей Страны Это довольно Сложный Процесс Выполнения Но Международное Общество Настаивает Что к этому Следует Двигаться Для Медицинских Работников Говорится О том Что надо Учитывать О том Что у кого-то Нет Никаких Проблем И она Спокойно Работает А кому-то Есть Проблемы Которые Дают Проблемы Которые Медицинские Работники Должны Назначить Препараты Согласно Всем Реколиническим Рекомендациям У нас Согласно И международным И нашим Российским Дальше Четко Прописано Что если У женщины Преждевременная Менопауза Преждевременная Недостаточность Яичника Который Я говорила То надо Обратить Внимание На то Что если Есть Возможность Попытаться Все-таки Сохранить Ее Фертильность Что далеко Не всегда Бывает Возможным И профилактику Развития Остеопороза И если Женщина Перенесла Телеонкологические Заболевания Если они Эстрогензависимые То мы не можем Давать Какие-то Гормональные Препараты С эстрогенами Мы должны Назначать Препараты Которые Могут Помочь Ей Пережить Менопазальный Переход Менопазальные Симптомы Но при этом Не провоцировать Рецидивы И отдельно Вы видите Рекомендации Глобального Консессуса Для женщин Получить Доступ К клиническим Рекомендациям Поведения Менопаузы Они могут Они висят В свободном Доступе Как я уже Говорила О предыдущих В интернете Совершенно Бесплатно Любая Женщина В России Может Открыть Их Почитать Кроме Того С вашей В том числе Помощью Мы должны Доводить До женщин Государственные Локальные Законодательства Защиты Женщин В период Возможных Их Есть А во многих Регионах К сожалению По-прежнему Нет Это формальная Неформальная Группа Женщин Которые Дают Возможность Участвовать В развивающих Программах Вы знаете У нас есть Московское Долголетие С которым Мы сейчас Работаем И Посвященный Тот Период Жизни Женщин Проводить Весьма Активно Но наши Женщины Работают Как мы С вами Говорим И они Изо всех сил Скрывают Свои Ситуации Чтобы не быть Изгоями Чтобы не составить Конкуренцию Более молодым К чему это приводит Если у него по ночам Бессонница Хроническое нарушение Сна Это приводит К усталости Раздражительности Проблем с краткосрочной Памятью Концентрацией Мышечно-суставным Болем И возникает Проблема На работе Генитаринарный Менобазальный Синдром О котором я уже Говорила Который может Продолжаться Пожизненно Заставляет ее Чаще уходить С ее рабочего Места Туалета Курение И ожирение У женщин Соответственно Является Предрасполагающими Факторами Развития Более частых Приливов О чем вам Расскажет Екатерина Викторовна И перед вами Очень интересное На наш взгляд Исследование 21 года О том Что посмотрели Женщин У которых Есть проблемы Со сном А помните Женщина Чем старше Становится Тем начинаются Проблемы Хуже засыпаем Рано просыпаемся Ночью просыпаемся Особенно если Приливы Анализ Были включены Более 2,5 тысяч Работающих Женщин И в течение Наблюдения У них Каждая третья Стала безработной Особенно Пострадали Те женщины У которых Были нарушения Сна Есть о чем Задуматься И сегодня Появилось Новое слово Оно называется Жизнестойкость Вот так мы Перевели Вот это Резлизанс Которая Имеет отношение К качеству жизни И имеет отношение К сексуальному здоровью Вы видите О том Что Жизнестойкость Была связана С сексуальным здоровьем Более высокие Показатели Жизнестойкости Были связаны С ухудшением Качества жизни Во время Меноползального Перехода Женщины разные У кого-то Нет партнера В этой жизни А кто-то Только в этот момент Как в Москве Слизам не верит Жизнь только начинается Да И наоборот Более активные Какие-то отношения Тоже требуют Внимания Нельзя не отметить Особенно с учетом Того Что только прошел Международный конгресс По ожирению О том Что период Менопаузы Это еще Очень метаболически Отягощенный период И нам вот Понравилось Высказывание Достаточно громкое Но она наверное Отражает Всю суть Проблемами Менопаузального Перехода Сочетание Глобальной эпидемии Ожирения Со старением Всего населения Которое Неминуемо Ждет каждого Человека Это целый Метаболический Шторм Это не только Снижение Половых Стероидов Но это Безусловно И вазомоторная Симптоматика Увеличение Массы тела Обратите внимание На третьем месте Стоит на что Жалуется наша Пациентка В гормональной Перестройке И это как раз Те проблемы Которые уже Заставят ее Обратиться По медицинскому Поводу К врачу Метаболический Менопаузальный Синдром Это то о чем Наверное Хотелось бы нам Сказать чуть подробнее Это не только Нарушение Метаболизма Это накопление Плохого жира Плохой Висцеральной Клетчатки Которая связана С развитием Сердечно-сосудистых Заболеваний Это инсулинорезистентность И тенденция К нарушениям Углеводного Обмена Дислепидемия Это артериальная Гипертензия С возрастом Нашей пациентки Метаболический Синдром Репродуктивного Возраста В среднем До 20-25% Обратите внимание Каждая вторая Пациентка В менопаузе Имеет риски И ишемической Болезни сердца И сахарного Диабета Второго типа И вот здесь По сути дела Происходит Целый гормональный Шторм Это не только Дефицит Половых стероидов Это и Относительное Повышение Мужских гормонов Это изменение Нервной системы Нарушение Углеводного Обмена И роль Провоспалительных Цитокинов Хроническое Воспаление Оксидативный Стресс Который Беспокоит Нашу пациентку Ну оно и понятно Эстрогены Это защитники Женщины В течение Всего Периода Ее жизни Обратите внимание Эстрогены Работают И в плане Защиты Ее от Избытка Веса Они подавляют Потребление Пищи Увеличивают Расход Энергии А когда Их становится Мало Защищать Нашу пациентку Нечем Авторы Очень интересного Исследования Нам хотелось Его вам Тоже Представить Назвали Жировую ткань В менопаузе Третьим Яичником Но это Совсем Не тот Яичник Это не Совсем Те Эстрогены Женские Гормоны Которые Нужны Женщине В этом Периоде Они не Того Качества Они не Того Количества И конечно Они не В том Уровне Для того Чтобы Покрыть То Что происходит В молодом Репродуктивном Возрасте И вот Каждое Абсолютно Каждое Гормональное Изменение Вносит Свой вклад В снижение Работоспособности Да Сама по себе Менопауза Может приводить К тому Что женщина Становится Неактивна Потому что Ей плохо Ей некомфортно Ей грустно Ей тревожно А возможно Уже и депрессивно И вот По сути дела И риски Повышения давления И риски Сахарного диабета И риски Психологических Нарушений Они конечно У нее будут Возрастать И вот Это смещение От подкожно-жировой клетчатки В висцеральную Оно конечно Угрожаемо В плане Нарушения Метаболизма Потому что Увеличивает Все Вот эти Названные Собственно Проблемы Которые Может нести Именно Паузальный Синдром Наша пациентка В курсе Сайт Который Мы видели Для пациентов То есть Они знают Про климакс Они знают Про симптомы Они знают Про приливы Про вес Про кости Про изменение Мочеполовой Системы Но почему-то Они боятся Нам задать Вопросы Возможно Какого-то Интимного Характера Про половую Жизнь Про сухость Во влагалище Про недержание Мочи Возможно Они по-прежнему Думают Что у нас Нету Какого-то Чудо-средства А у нас Много Этих Чудо-средств Поэтому Здесь конечно Крайне важно С пациентом Говорить И вот Мы хотели бы Обратить внимание На то Что климактерический Синдром Это не только Про приливы Про сухость Про диабеты Про давление Но это еще И целый комплекс Нервно-психических Нарушений Пациентка Меняется Ее голова Меняется Ее психика Меняется Поэтому нам Нужно будет Подстраиваться Под нее С учетом Ее возрастных Изменений И вот здесь Еще один важный Момент Что чем выше Ее вес Тем хуже Будет протекать Ее возомоторные Симптомы Чем ярче У нее будут Приливы Вот эти ночные Поты Изматывающие Приводящие К нарушениям Сна К бессоннице К плохому Сумочувствию Днем К низкой Работоспособности Днем Поэтому здесь Конечно Вот эта модификация Образа жизни И снижения веса Обсуждается Нашей пациенткой Абсолютно каждый Гинеколог И эндокринолог Важно Что сам по себе Вот этот Гормональный перестрой Гормональная перестройка Да Старше 45 лет Наша пациентка Еще и в угрозе Развития сахарного Диабета второго типа Поэтому наши Эндокринологи В нашем центре Так внимательно Так трепетно Она в будущем Может оказаться Их пациентом Поэтому наша задача Не допустить По-прежнему Заниматься Профилактической Медициной Вот собственно Ранняя менопауза То есть это риски И преддиабета Диабета И мы здесь с вами Видим еще и Риски дальше Ранней менопаузы И преддиабетических Состояний Как увеличение частоты Недержания мочи У женщин То есть это получается Какое-то формирование Замкнутого Патологического круга Которое просто Да Ну просто не дает Жизнь Спокойно Нашей с вами Пациентки Что касается Онкологических Заболеваний Тоже очень важный Момент Тоже своего рода Как тайфун Как ураган Ожирение Само по себе Не инфекционная Пандемия человечества Само по себе Ожирение Сейчас названо Самостоятельным Фактором риска Онкологических Заболеваний И когда мы Говорим о женщине То в старшей Возрастной группе Это риски С ожирением Связанной с раком Матки Раком эндометрия И раком Молочной железы Начнем с рака Эндометрия Ужасающие цифры Во всем мире Заболеваемость растет Ожирение Основная проблема Увеличения Распространенности Ракоматки Поэтому наши коллеги Онкологи В своих рекомендациях Также пишут Посещение эндокринолога Диетолога Кого угодно Кто только бы Не помог им Снизить вес Если есть ожирение Очень важно Что вот те эстрогены Которые вырабатываются В этой плохой Жировой клетчатке Висцеральном Жировом депо Они собственно Локально В том числе На уровне эндометрия На уровне матки Могут проводить Вот к этим Гиперпластическим Процессам эндометрия И дальше К перерождению В плохие процессы Само по себе Ожирение И избыток веса Мы помним Мы знаем И мы всячески Говорим об этом пациентам Является самостоятельным Фактором риска Доброкачественных Заболеваний Молочных желез Как например Фиброзно-кистозная Мастопатия Как мы ее сейчас Называем Доброкачественная Дисплазия Молочных желез Но вот ожирение В периоде Именно гормональной Перестройки Обратите внимание Как мощно Повышает риски Рака эндометрия И уже при ожирении Второй и более степени Эти риски Становятся Просто угрожающими Вот это самое Крупное исследование Которое было проведено С включением Более миллиона тысяч Женщин Поэтому здесь Конечно Это для нас Катастрофа Окружность талии Вот это талия Которую они пытаются Спрятать за шарфиками За халатиками За какими-то перелинками За какими-то воротничками Либо какой-то одеждой Которая скрадывает Вот это увеличение Окружности талии Это не только Психологический дискомфорт Но обратите внимание Это еще и дополнительный Фактор риска Рака Прямой кишки Колоректального рака А как известно Он самый неблагоприятный По течению Самый неблагоприятный По выживаемости И конечно И эта проблема Нашу пациентку С вами поджидает В отношении Когнитивной функции мозга Одна из жалоб Нашей пациентки В периоде менопаузы Стало плохо Все запоминать Не могу сконцентрироваться На языке Крутится какое-то слово А сказать не могу Да Никак не могу вспомнить Мне все подсказывают А я никак не могу произнести И вот обратите внимание И здесь Менопаузальный Метаболический синдром Вот в том самом Среднем возрасте По данным Всеми организации Здравоохранения Это еще и увеличение Риска Ди-Мен-Си-И То есть мы Говоря с ними О менопаузе Говоря с ними О коррекции Именно паузальных нарушений И это не только Коррекция приливов Но и в том числе Коррекция веса Который прибавляется У нашей пациентки Мы пропагандируем Здоровое долголетие К сожалению Наша пациентка Меняется по психологическому здоровью И вот этот вес Который у нее Прибавляется Может быть Также связан Не только с гормональной Перестройкой Но и вот с этим Непринятием себя Есть даже понятие Наших коллег-психиатров Которые они назвали Вес-ассоциированная депрессия То есть сам по себе Прибавленный вес Вводит ее В психологический дискомфорт Который она еще больше В том числе Заедает Да А не только Лишь какие-то Замедления метаболических Процессов И в этом году Буквально В этом месяце У нас Издаются Вот такой большой Междисциплинарный документ Вы видите Он называется Российские критерии Приемлемости Назначения Меноплазальной Гормональной терапии Пациенткам Сердечно-сосудистыми Метаболическими Заболеваниями Это согласительный Документ Пяти ассоциаций Это Российское Кардиологическое Общество Вы видите Это академик Шлихто Это российское Общество Акушеров-гинекологов Стоят два академика Сухих и Серов Это российская Ассоциация Эндокринологов Поэтому здесь Стоит фамилия Ивана Ивановича Дедова Евразиатская Терапевтическая Ассоциация Поэтому стоит Фамилия Арутюнова И российская Ассоциация Флебологов Поэтому стоит Фамилия Президента Его Сучкова Большая Рабочая группа В том числе Ваша покорная Слуга В этом участвовала И мы Разработали Большой документ В который писали Не только гинекологи Но и кардиологи Флебологи Эндокринологи В котором прописано О том Что вовремя И своевременно Назначение Ранее назначение Менопазальной Гормональной терапии Является профилактикой Сердечно-сосудистых Метаболических Заболеваний Напомню еще раз Что основная Причина смерти У нас все-таки Сердечно-сосудистые Заболевания Для женщин Для мужчин А метаболические Заболевания Провоцируют Развитие сердечно-сосудистых Еще раз Вам показываю Вот эту классификацию Менопаузы Про которую мы С вами говорим И говорим Об огромном количестве Женщин Которые с Преждевременной Недостаточностью Яичников Сегодня Им назначается Менопазальная Гормональная терапия Согласно Всем рекомендациям Как минимум До 51 года То есть Это Возраст Среднего ухода В менопаузу Если конечно Нет противопоказаний У нас есть вот такая система Стропа Которой мы работаем Она была придумана 23 года назад В 2000 году В 2010 году Модифицирована Где все в общем понятно Здесь нет возраста Потому что у кого-то Начинается климакс Как я уже говорила В 40 А у кого-то в 55 Поэтому здесь написано О том что есть Репродуктивный возраст Есть переходный период Переменопауза Есть постеменопауза Как вы видите Есть раннее Это в 2 года Максимум до 6 лет Это идет Как бы период ранний И поздний Это весь остальной Период жизни женщины И хорошо Если он будет 90 плюс Четко Нам для врачей Понятно Что связано С гормонами Что происходит С приливами Но для многих Систем Для врачей Это неприемлемо При той же Преждевременной Недостаточности яичников После синдрома Поликистозных яичников О котором вам рассказывала Екатерина Викторовна Либо если пациентка Например Перенесла хирургическое вмешательство Мы поставили Несколько Очень важных слайдов Я попрошу вас Их сфотографировать Это то Что нами В клинических рекомендациях Прописано Для врачей И в гинекологических Вы видите 21 года По именопаузе И в наших Вот этих Российских критериях Приемлемости 23 года Это закон Для врачей Что акушеров Гинекологов Что терапевтов Что кардиологов Что флебологов Эндокринологов Неважно Есть четко Противопоказания При котором Даже если очень хочется Мы назначить не можем Но на самом деле Их очень немного Показания сегодня Звучат Очень четко Это не только Вазомоторные симптомы Ну и лечение Как я уже говорила Септомов Генетоуринарного Менопаузального Синдрома И сексуальной дисфункции Профилактика Остеопороза И восполнение Того самого Минуса Дефицита эстрогенов При хирургической Менопаузе Либо при преждевременной Недостаточности яичников И у нас в России Есть для этого Сейчас все возможности У нас есть Куча препаратов Это есть комбинированная терапия Здесь нет торговых названий Да Мы вам специальных Их не поставили И поставили просто Чтобы вы видели Что их реально много У нас есть комбинированная терапия Эстроген-гистогенами В циклическом режиме Когда мы их ставим В переменопаузе Чтобы женщины Еще слить Что-то похоже на менструацию Менструальной реакции Мы можем давать Чистую терапию Эстрогенами Когда мы говорим о том Что не надо гистогены Матки нету Мы можем давать Чистую терапию Гистогенами Когда мы говорим о том Что еще эстрогены не нужны в переходном периоде, в перименопаузе. У нас есть монофазная комбинированная терапия эстроген плюс гистоген для женщин в постменопаузе. И обращаю ваше внимание, что есть дозировки 2 мг, 1 мг и даже полмиллиграмма. Поэтому сегодня продолжительность не ограничивается. Можно давать и до 60, и после 60 лет. Вообще такая точка зрения существует, что требуется ежегодное обследование. И если противопоказаний нет, то и ограничений по длительности использования нет. У нас есть препараты для локальной терапии, для лечения того самого ГУМСа и волево-вагинальной атрофии. У нас есть вагинальные кремы с оппозиторией с различными дозировками различных фирм, в том числе российских. У нас сейчас очень хорошо работает импортозамещение. У нас есть целый ряд российских фирм, которые практически все уже препараты импортозаместили. И цена вопроса совершенно другая, чем у импортных препаратов, она практически в два раза меньше. И они продаются в аптеках по всей России. Их можно спокойно назначить женщине и в возрасте и 40 лет, и в возрасте 65+. И перед вами основные принципы назначения. О том, что стартует терапия в возрасте меньше 60 лет, и длительностью менопаузы менее 10 лет. Для локальной терапии эстрогенами таких ограничений нет. Там можно и в 60, и в 70, и в 80 стартовать, если есть показания для лечения атрофии слизистых. Мы начинаем с минимальных дозировок, максимально снижая их с возрастом. Чем больше возраст, тем меньше доза. Один раз в год обязательно мониторинг, сдача анализов, переоценка риск-пользы. Надо назначать или продолжать, или так далее. И, соответственно, если есть какие-то коморбидные, сопутствующие заболевания, консультации параллельных врачей, не только гинекологу, но отменять может только акушер-гинеколог. Кардиолог, терапевт, леболог, они могут советовать, и не давать необходимости ставить палки в колеса. Поэтому специально были написаны и описаны те страшилки о том, что будет инфаркт, о том, что будут инсульты, о том, что вены полетят, будет тромбоэмболия. Вот в этих клинических рекомендациях российских всеми врачами и терапевтами, и флебологами прописано, что даже не надо отменять препараты менопазальной гормональной терапии, если женщина идёт на операции. Потому что современные методы введения наркоза, управления свёртывающей системой крови позволяют врачам совершенно спокойно проводить операции у женщин, у которых используется МГТ. И напомню, что даже у нас есть целый ряд сейчас исследований, доказательная большая база о том, что женщины, которые используют МГТ, они меньше болеют ковидом, тем самым, и тем же всеми противовирусными и вирусными заболеваниями. Поэтому менопазальная гормональная терапия сегодня является единой стратегией поддержания качества жизни женщины и в перьях, и в постменопаузе. И вот здесь, опять-таки, ещё одно подчёркивание с нашей стороны, что менопазальная гормональная терапия – это золотой стандарт введения тем пациентам, у кого есть показания, нет противопоказаний. Но самое главное, что нам бы хотелось донести, и мы пытаемся это делать с нашими пациентами, это обеспечение профилактики поздних обменных нарушений. Что мы имеем в виду? Мы имеем в виду сахарный диабет второго типа, сердечно-сосудистые заболевания и, конечно же, остеопороз. Потому что все эти половые истероиды, которые снижаются в периоде менопаузы, это запускание определенного каскада патологических процессов метаболических в организме женщины. Вот оно повышение холестерина, вот они повышенные риски сердечно-сосудистых заболеваний, вот оно формирование артериальной гипертензии, вот они гипертонические кризы. Ведь мужчины с гипертоническим кризом попадают в больницу не так часто. Как правило, они уже знают о своём диагнозе, они уже принимают терапию, а наша пациентка узнаёт о своей гипертонии А в менопаузе, Б сразу с больницы, потому что она не знает, что у неё уже начались снижение половых стероидов, снижение эстрогенов, и вот этот каскад формирования артериальной гипертензии, она просто ещё не в курсе. И вот здесь очень красивая схема, наглядное исследование, наглядный график, только лишь показывающий самое главное, что повышение риска кардиоваскулярных событий, кардиоваскулярных катастроф, и повышение уровня глюкозы, нарушение углеводного огнина у женщин в периоде постменопаузы, как он меняется в сравнении с репродуктивным периодом. То есть вот этот катастрофический перекрёст всех этих событий, конечно, нас очень устрашает. По сути дела, то, что говорила и сейчас Елена Николаевна, вот эта менопаузальная гормональная терапия, золотой стандарт ведения менопаузального перехода и периода постменопаузы, это, как правило, два компонента. Снизились половые стероиды, мы даём эстроген, мы даём гистоген, у каждого компонента своя роль, своя цель, и в зависимости от того, что есть у нашей пациентки изначально, то есть какой у неё багаж, какой у неё чемодан, анамнеза, сопутствующего заболевания, каких-то уже, возможно, приёмов препаратов, мы будем выбирать ту или иную комбинацию. Нет золотой таблетки, поэтому у нас такое большое количество выбора препаратов. Каждому пациенту идёт свой препарат, своя комбинация, своя доза, да, и своя титрация. И свой путь ведения. И свой способ ведения, безусловно, потому что у нас есть как препараты, которые идут перорально в виде таблетки, так и в виде трансдермального, гели, которые так заходят нашим пациентам в плане того, что они ничего не пьют, а красиво мажут, да, пластыри, возможно, и другие варианты, поэтому здесь, конечно, у нас очень много инструментов, которые мы хотим дать нашим пациентам, поэтому мы хотим говорить о хорошей, правильной, корректной пропаганде здорового старения у женщин старшей возрастной группы в том числе. В плане общих рекомендаций в периоде менопаузы, учитывая, что менопауза – это риск нарушения углеводного обмена, конечно же, мы говорим о вредных привычках, конечно, мы говорим о физической активности, мы не отправляем их в спортзал. Мы просим их расширить физическую активность, чуть больше ходить, возможно, на один этаж больше, чуть дальше ставить машину и чуть дальше идти от своей машины, либо выходить на одну остановку раньше, выходить позже и возвращаться, тем самым больше двигаться. За теми же самыми внуками, за детьми ходить, может быть, чуть больше автобусной остановки, чуть больше одной станции на метро и так далее. Безусловно, мы говорим об основах питания, о полезных, о вредных продуктах, так называемых. Ну и, конечно же, вот это регулярное диспансерное наблюдение, о котором мы, собственно, говорим на каждом своем приеме, в том числе обсуждаем и на паузальную гормональную терапию, которая так бывает полезна нашим пациентам и нужна, несмотря на их страхи. Мы развеем эти страхи и мифы в отношении их опасений в отношении гормональной терапии. Заканчивая сегодня вот эту презентацию, специально подготовленную для вас, мы хотели бы сказать, что эндокринологический научный центр очень много делает для поддержания репродуктивного здоровья женщин и мужчин. У нас не только сахарный диабет, у нас не только щитовидная железа, не только надпочечники, у нас очень много проблем, и у женщин, и у мужчин с репродуктивным здоровьем, и с эндокринной патологией, и без. И в рамках этой работы для врачей будет специально очередной, восьмой уже международной онлайн-конференции с международным участием на всю Россию. Она будет в следующие выходные 28-29 октября в прошлом участвовали 32 тысячи врачей. Это и акушерогинекологи, эндокринологи, и терапевты, и урологи, и кардиологи. И, конечно же, на этой конференции будут звучать все аспекты подросткового периода для менопаузы, и в том числе менопауза. Потому что, коллеги, заканчивая вот этот сегодняшний слайд-кит, как мы говорим, презентацию, я хотела сказать, на сегодняшний день, коллеги, всего 3,5% женщин в возрасте, о котором мы сейчас с вами говорим, 45-59 лет возраста, когда мы должны стартовать нашу терапию максимально рано, только 3,5% женщин используют менопаузальную гормональную терапию. Поверьте, 100% всем назначить нельзя, есть противопоказания. Но по тем исследованиям, которые есть, вот 3,5% нельзя назначить, а всем остальным можно. Но это надо понимать, кому, зачем, и какие препараты, и в какой дозировке давать. Мы сегодня постарались для вас рассказать ту информацию, которую можно донести широким кругам нашим женщин. Они могут прийти в эндокринологический центр, в том числе записаться на прием к нашим врачам-гинекологам-эндокринологам через нас в колл-центр и получить всю информацию по ее состоянию здоровья и возможностям использовать менопаузальную гормональную терапию. Если это возможно, им назначат. Если невозможно, скажут, почему. Возможно и у пациенток, и после операции по поводу рака щитовидной железы, например, и возможно у женщин, у которых есть сахарный диабет и первого и второго типа. Возможно у женщин с различными надпочечниковыми проблемами. Главное, чтобы было содействие, междисциплинарный подход данной истории кардиологов, гинекологов и эндокринологов. И естественно мы говорим о том, что всегда можно здоровым женщинам. Спасибо за внимание. Спасибо большое нашим уважаемым докторам Елене Николаевне, Екатерине Викторовне за потрясающий такой, да, месседж, который растянулся в час времени. Вот. И я думаю, исчерпывающее сообщение, но тем не менее. У коллег могут быть вопросы. Пожалуйста. Можно мне? Да, российская газета, Ирина Невинна. В начале доклада Вы упомянули, что в России зарегистрированы препараты, как Вы сказали, которые копируют или используют натуральный эстрадиол, приближенный к натуральному. Можно поподробнее, ну, может быть, не для печати, если там нельзя указывать торговые марки. Что это за препараты? У нас есть три комбинированных оральных контрацептива, да, я говорила в начале презентации, они содержат натуральные эти эстрогены. Их используют, вот, когда есть необходимость назначения контрацепции женщины и вот пожелание, чтобы использовался препарат, максимально похожий состав на то, что работают яичники, потому что в большинстве контрацептивов содержатся все-таки синтетические, так называемые, этинилострадиол, синтетический эстроген. И особенно они хороши для возраста, который, соответственно, мы сейчас с вами обсуждаем. Старше 35 и до 55 максимум, если женщина регулярно живет половой жизнью. И эти же натуральные эстрогены, так называемые, они входят в состав всех препаратов менопазальной гормональной терапии. Дозировки просто разные. Потому что контрацептивы мы кладем как бы на тот фон гормональный, который у женщины есть, сверху, чтобы, ну, подавить, чтобы не было созревания яйцеклеток, подавить овуляцию. Менопазальная гормональная терапия дается женщине, когда у нее дефицит эстрогенов, у нее своих нету. И мы из минуса переводим на нижнюю границу нормы. Я поняла, но я просила вот эту тройку, если можно назвать. Название контрацептивы? Да, если можно. Но только для вас, потому что я не думаю, что это стоит печатать. Это препарат один называется Клайра, это фирма Байер. Второй, у нее нет аналогов, она одна. Есть препарат, называется Зоэли. И аналог ее, российский сейчас выпущен, называется Плани Женс Номи. Фирма Фарма Синтез, очень хорошая российская фирма, Фарма Синтез Тюмень, она делает много хороших препаратов, гормональных, в том числе вот Плани Женс Номи называется. А третий препарат называется Эстеретта, который выпустила Гедон Рихтер. Спасибо. Спасибо, Ирина, за ваши вопросы. Ирина Николаевна, спасибо за ответ. Коллеги, еще есть вопросы? Агентство городских новостей, да, интересуется, вот что делать, если Минопауза случилась в 20-30 лет? Вот 20-30 лет, это называется преждевременно недостаточность яичников, о которой мы сегодня подробно говорили. И, соответственно, в этой истории, если нет противопоказаний, которые я вам показывала, мы назначаем терапию как минимум до 51 года, согласно всем нашим клиническим рекомендациям, а это закон для врачей. Нет, можно продолжать и дольше, но минимум до 51. И еще вот в отношении этой молодой девочки, да, нужно обязательно обратить внимание в отношении ее репродуктивных функций дальше. Если есть, что обсуждать с репродуктологами, нужно не забыть ее туда направить, даже при том, что она в 20-23 года может еще не планировать беременность, не иметь надежного полового партнера. И если еще остался хоть какой-то материал генетические яйцеклетки, да, в яичниках, то стоит заблаговременно об этом подумать, заняться криоконсервацией, да, собрать этот материал, если он там еще есть, чтобы она в будущем могла им воспользоваться. Ежели нет, да, уже этого материала и замораживать, скажем так, криоконсервировать нечего, обсудить этот вопрос с ее мамой. Если у мамы еще сохранна менструальная функция, и есть еще возможность, опять-таки, криоконсервации материала, яичников мамы, да, то, возможно, этой семье стоит на семейном совете вот эти важные вопросы тоже поднять. Безусловно, заместительная гормональная терапия, да, но еще и о репродукции, возможной, возможно, еще остался какой-то шанс, да, не стоит забывать. А если невозможно, то используя меноплазальную гормональную терапию, она сможет забеременеть с донорской клеткой. Спасибо за такой ответ. Оксана, да? Да, есть вопрос. Спасибо большое за такой подробный рассказ. Я чуть-чуть уточнить по коррекции образа жизни. Вы сказали про двигательную активность, что можно там чуть-чуть на одну остановку метро пораньше выйти, да, пройтись. Этажность, соответственно, можно так регулировать, да, свою физическую активность. Можно ли что-то сказать по питанию, да, вот какие группы, может быть, продуктов стоит больше вводить в рацион, а какие, наоборот, там, ну, например, снижать, да, в период и предменопаузы, и уже в наступлении менопаузы. Спасибо большое. Шикарный вопрос. Спасибо большое. Об этом вопросе можно говорить еще час. Поэтому, если это будет вам подробно интересно, мы готовы либо сделать новый пресс-клуб, либо ответить подробно на какие-то ваши вопросы в письменном варианте, либо в виде какого-то интервью. Поэтому в плане общих рекомендаций, первое, мы должны снизить количество легко усваиваемых углеводов, потому что они будут повышать индекс массы тела дальше, повышать риск гликемии, сахарного диабета дальше. Мы должны снизить количество животных жиров, потому что доказано, что у пациентов, которые злоупотребляют животными жирами, это не только риски сердечно-сосудистых заболеваний, но это еще и риски ранней менопаузы. Исследования международные неоднократно уже это доказывали. Нам нужно увеличить количество растительной клетчатки, не только для профилактики колоректального рака и проблем с желудочно-кишечными заболеваниями, но и для того, чтобы эта клетчатка носила важнейшие микроэлементы, те же самые фалаты, те же самые витамины группы В, поэтому здесь мы их больше добавляем. Стоит ли злоупотреблять фруктами? Да, но в правильное время, потому что если мы будем лопать вместе с нашими пациентами эти фрукты на ночь, а-ля вместо ужина, как они нам иногда объясняют, я не ужинала, но яблочко с кефирчиком попила, вес будет повышаться, индекс массы тела, гликемический индекс будет повышаться, поэтому если нет противопоказаний уже к каким-то фруктам, нет пока у нее сахарного диабета, то тогда до первой половины дня, условно до двух, до трех, она может кушать их без ограничений. Если это уже повышение сахара, если это уже избыток веса, то, конечно, фрукты с высоким гликемическим индексом, бананы, виноград, персиковое семейство, инжир и финик, мы, конечно, разрешать ей кушать в больших количествах не будем, даже в правильное время. Кисломолочная группа продуктов крайне актуальна, крайне важна. Дискуссионный вопрос по поводу того, где добыть эти правильные кисломолочные продукты. Все они химические, все они хранятся там месяц, два, три. Это отдельная тема. Но если это даже молочко из-под коровки, кефирчик там условно фермерский, то, конечно, не нужно кушать его в позднее вечернее время. Не надо заменять ужин. Ужин должен быть полноценный, содержащий животный белок, какая-то курочка, индюшка, какая-то котлетка, тефтелька с клетчаткой, какие-то баклажаны, кабачки, цветная капуста, стручковая фасоль, брокколи. То есть то, что позволяет кишечник, карман, питание, пищевая корзина нашей пациентки. Кисломолочные продукты нам для чего нужны? Для кальция, для профилактика остеопоритических изменений. Поэтому, если у пациентки нет проблем с желудочно-кишечным трактом, сырнички, запеканки, творожок, простоквашку, ряженку, кефирчик, она кушать может, если у нее нет параллельно каких-то ограничений в питании. Многие, конечно, дефициты микроэлементов нам не покрыть продуктами питания, какая бы грамотная, правильно собранная пищевая корзина у нее не была. Поэтому, если есть какие-то микронутриентные дефициты, в старшей возрастной группе, как правило, речь идет о экзогенных добавках. То есть тогда, когда она приходит на прием к доктору, мы оцениваем уровни у нее определенных дефицитов микроэлементов и уже обсуждаем с ней, когда она будет из препарата, из лекарственной формы что-то дополнительно получать. Поэтому здесь, конечно, уже все индивидуально. Замечу, что Екатерина Викторовна имеет еще и квалификацию диетолога, поэтому ее рекомендации высоко профессиональны. И, пожалуйста, этот комментарий можете использовать. Коллеги, есть еще вопросы к нашим уважаемым специалистам? Агентство городских новостей еще просит уточнить в отношении процента, так, сейчас, есть ли данные, сколько женщин в России в менопаузе используют гормонозаместительную терапию? Я сказала, 3,5. Да, 3,5 процента. В связи с этим Екатерина спрашивает, 3,5 это по России? Это по России. Это по России, да. Это последние данные конца 2022 года, 3,5 процента. 10 лет назад было у нас 0,5 процентов. То есть мы растем, но как-то очень плохо. Спасибо. Ну что, будем тогда финализировать. Наша замечательная встреча была очень насыщенной, информативной, динамичной. Вот. И здесь задаются вопросы относительно эмбарго на предоставленную информацию. Я не думаю, что наши уважаемые ученые, клиницисты ограничат возможности с выходом информации, несмотря на то, что мы за двое суток до нашего всемирного дня проводим, да? Но публиковать они могут уже начиная с сегодняшнего дня, верно? Да, у нас в среду оба всемирные деньги на паузы на встречу может быть. Единственное, что по условиям нашего общения в формате пресс-клуба комментарии, которые вы будете кавычить, если можно, через меня согласовать, да? Прямую речь, да, если вам это по-прежнему удобно. Коллеги, спасибо. Интересно было? Было интересно. Спасибо. Спасибо. Спасибо большое, да, очень информативно. Супер. И напоминаю, что наши специалисты, спикеры анонсировали проходящий в этом месяце месячник борьбы с заболеваниями рака молочной железы, и мы предлагаем провести заседание пресс-клуба 26 октября в 12 часов 30 минут времени. Пожалуйста, себе пометьте, и я думаю, тоже будет очень интересно. До новых встреч. Спасибо. До свидания. До свидания. Хорошего дня. Спасибо. Спасибо.